Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение раздела «Переходные металлы». Тема сегодняшнего урока – «Биологическая роль переходных металлов». С вами учитель химии школы 85 города Караганды, Гречушкина Татьяна Темировна. Сегодня на уроке ты научишься объяснять, что в составе гемоглобина содержатся комплексы железа плюс два и поймешь их роль в транспортировке кислорода. Узнаешь, как происходит отравление угарным газом и способы оказания первой помощи. На прошлом уроке вы познакомились с комплексными соединениями и со свойствами комплексных ионов переходных металлов. Давайте вспомним, что мы знаем о комплексных соединениях. Перед вами комплексное соединение хлорид-тетрааминцинка. Поставьте видео на паузу и дайте характеристику этому соединению по следующим пунктам. По составу, по типу координируемых легандов, по заряду внутренней сферы, определите комплексообразователь и координационное число комплекса образователей. Проверьте свои ответы. По составу это соль. По типу координируемых легандов – аммиокат. По заряду внутренней сферы – комплексный катион. Комплексообразователем является цинк. Координационное число комплексообразователя равно 4. Если вы затруднялись с ответами или ответили неверно, обязательно еще раз повторите материал прошлого урока. Переходим к изучению новой темы. Запишите ее в своих тетрадях. Биологическая роль переходных металлов. В организме человека металлы составляют 3% по массе. К биологически значимым переходным металлам относятся хром, марганец и железо. Биологическая активность хрома объясняется главным образом способностью ионов хром плюс 3 образовывать комплексные соединения. Хром участвует в обмене белков, углеводов, липидов, стабилизирует структуры нуклеиновых кислот. Марганец в организме человека находится в виде ионов марганец плюс 2. Ионы марганца обладают широким спектром биологических эффектов. Марганец отвечает за синтез витамина С и В12 в организме. Раствор перманганатокалия используют для промывания ран, полоскания горла. В организме взрослого человека содержится около 3,5 грамм железа. Основная часть его сконцентрирована в гемоглобине. Молекула гемоглобина состоит из железа, содержащей части гема и белковой части глобина. Гем является макроциклическим комплексом, в центре которого заключен ион феррум 2+. Он и служит комплексообразователем. Эритроциты транспортируют кислород из легких в ткани органов. При этом молекулы гема с ионами железа присоединяют кислород и образуют непрочное соединение оксигемоглобина. В тканях происходит освобождение кислорода и оксигемоглобин превращается в гемоглобин. В нашей жизни становится все больше продуктов, которые могут вызвать недомогание у любого человека. Одним из таких продуктов является оксид углерода двухвалентного. Источниками угарного газа являются автомобильные выхлопы, работа предприятий, пожары или плохая вентиляция. Поступая в организм, угарный газ образует с гемоглобином прочное соединение карбоксигемоглобин. При этом блокируется способность гемоглобина переносить кислород. Основные симптомы отравления угарным газом Головная боль, тошнота, дезориентация, кашель, утомление, головокружение и обморок. При отравлении угарным газом первая помощь должна быть оказана до приезда скорой помощи. Чем раньше пострадавшим будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов на его выздоровление. Мы закончили знакомство с новой темой. Перейдем к выполнению задания. Задание первое. Для выполнения задания остановите видео, начертите в тетради приведенную таблицу и запишите ответ в виде цифра буквенного кода. Проверьте свои ответы, сверив их с верными. Оцените качество выполнения задания. Если вы обнаружили ошибки, то подумайте, почему они возникли и каким образом вы можете улучшить свой результат. Задание второе. Решите задачу. Цель задачи – иллюстрация роли гемоглобина в обеспечении газообмена в организме человека. Масса тела среднего человека равна 60 кг. Масса крови в среднем составляет 8% от массы тела человека. Плотность крови – 1,005 г на сантиметр кубический. Содержание гемоглобина в ней – 14 г на 100 мл. 1 г гемоглобина связывает примерно 1,34 мг кислорода. Сколько кислорода может перенести кровь за один кругооборот? Поставьте видео на паузу и попробуйте самостоятельно решить задачу. Проверьте решение задачи. Запишем дано. Первым действием найдем, сколько крови содержится в организме среднего человека массой 60 кг – 4800 г. Вторым действием найдем объем крови – 4571 мл. Третьим действием найдем, сколько гемоглобина содержится в данном объеме крови. 639,94 г. И последним действием найдем массу кислорода, которая может перенести кровь за один кругооборот – 0,857 г. Запишем ответ. Запишем ответ. Оцените качество выполнения второго задания. Если вы обнаружили ошибки, подумайте, что именно вызвало затруднение. Для закрепления изученного материала выполните задание. Прочтите параграф 68 в учебнике и решите задачу. При решении воспользуйтесь дескрипторами. На этом наш урок окончен. Успехов вам, ребята! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok